Всем привет! Разнообразие в единообразии. Поэтому у меня в руках и в ваших глазах еще одна пластинка Джимми Хендрикса. Не буду употреблять превосходные степени. Вот это вот великое, вот это вот все неповторимое, единственное, главное и прочее. Не надо. Это просто очень хорошая музыка. Это просто очень хорошая музыка. Несмотря на то, что превосходные степени я исключаю, это блестящая музыка просто. Некоторые критики писали что-то такое, не помню дословно, но смысл сводился к тому, что это вообще не рок-музыка. Что это очень близко к рок-музыке, но это уже что-то другое. Я с ними абсолютно согласен, потому что... А, писали что такое, это почти рок-альбом. Вот такие вылезла. Я соглашусь, да, потому что это выходит за рамки того, что мы привыкли называть рок-музыкой. Несмотря на то, что тут все-таки электрогитара те же, да, бас-гитары, барабаны, но это совсем не похоже на привычную рок-музыку 67-68 года, да и на то, что дальше игралось совсем. Это можно сказать... Да, опередивший свое время музыкант такая банальная фраза, но если разобраться, музыка, которая звучит сейчас, в 21 веке, новые группы, да и старые группы, которые играют сейчас, играют музыку, которую очень трудно пристегнуть к понятию рок, к которому мы привыкли. Ну, я имею в виду, мы привыкли это, если мы привыкли там, где Пепл и Дзеппелин и Битлз и Роллинг Стоунс, да, совсем все не похоже. И Хендрикс уже в 67-68 году играл такую музыку, которая выходила за все шаблоны, за все привычные структуры. Ничего похожего не было, хотя вроде бы песни... Да, песни такие как бы рок, но когда начинаешь слушать, понимаешь, что это совсем другое, это какая-то другая вселенная. Другой мир музыкальный. И даже не только музыкальный, но и внутренний мир. Трансляция этого внутреннего мира, она удивительна. Ничего похожего не было. И все тот же 67-й год. За один только 67-й год было написано невероятно количество музыки Хендриксом. Электрик Леди Ланд, он начал писать в 67-м, с большими перерывами. Потом перешел, перепрыгнул в 68-й. И в конце лета 68-го года, по-моему, они закончили запись, тоже с большими перерывами она шла. Потому что нужно было зарабатывать деньги, несмотря на то, что первые два альбома приносили все-таки доход. Но, насколько я знаю, я читал там разные источники и довольно давно, давно уже что-то памяти стерлось, что-то осталось. Но деньги заканчивались, и нужно было играть концерты все время, чтобы зарабатывать. И The Jimmy Hendrix Experience, группа Джимми Хендрикса, постоянно гастролировала, постоянно давала концерты, которые приносили хорошие деньги. И Джимми мог оплачивать очень дорогое студийное время в очень хороших студиях. Сначала в Лондоне они начали писать, Электрик Леди Ланд в 67-м году еще. Потом перебрались в Нью-Йорк, в Рекорд Плант. Новая студия, дорогущая, с самым современным оборудованием на тот момент времени. И Джимми арендовал эту студию. Насколько я помню, из источников арендовал ее, типа, так бессрочно. Типа, вот, застолбил там определенную, определенный зал, да, определенную часть этой студии, и мог туда появляться тогда, когда у него было свободное время. Тогда, когда он оказывался в Нью-Йорке, прилетал в Нью-Йорк, сразу шел в студию вместе с музыкантами, и либо начинал, либо продолжал записи. Замучил Чеса Чендлера вот этими непрерывными сессиями звукозаписи, в которых он там по 50 дублей делал, как я тоже там читал каждой песни. Говорят, что это от перфекционизма его шло. Соглашусь я с этим тоже, но такое же количество мнений существует прямо противоположных. Люди говорят, причем люди знающие, сведущие говорят, что это шло скорее от неуверенности в себе. Во-первых, он боялся своего голоса, очень не любил свой голос, хотя певец он блестящий, как я уже говорил, ну, на мой взгляд. На мое ухо прекрасно человек пел совершенно, но он стеснялся своего голоса, постоянно переписывал вокальные партии, уединялся, отгораживался, просил всех покинуть помещение и занимался вот этим самым своим пением. Ну и в гитарах тоже можно расценить это как неуверенность, потому что, ну, человек записывает 4 гитарных партии в песне, потом записывает еще 8 разных звуков в разных местах расположенных, а потом переписывает все и играет еще там 5 гитарных партий. Это можно расценить и как неуверенность. И я думаю, что здесь и то, и то, и стремление к совершенству, и неуверенность в том, что все это уже получилось. Ну, на самом деле получилось, потому что пластинка совершенно роскошная и не похожа ни на один другой альбом тех лет. При этом сейчас, в 21 веке, она звучит абсолютно современно. По звуку, по сведению, по панораме, по всему. То есть абсолютно современная музыка. Удивительное дело. Куча музыкантов здесь играла с Хендриксом и музыканты из группы Traffic. Там и Крис Вуд, и Стив Винвуд, и Эл Купер, замечательный пианист. Клавишник Дэйв Мэйсон играл на 12-струнной акустической гитаре в песнях самых знаменитых из этого альбома. «Crast on Traffic» и «All alone the Watchtower» Боба Дилана. Вот там, где гремит эта акустическая гитара, это играет Дэйв Мэйсон, как раз музыкант из группы Traffic, который ушел впоследствии из Traffic, стал заниматься сольной карьерой и продюсерской деятельностью. Но мне все-таки хочется задать вопрос, почему сейчас наши музыканты, и не только наши, не играют такие песни, как, например, «1983». Помните вот это грандиозное психоделическое полотно? Оно структурировано с внятной голосовой мелодией, с внятной очень гитарной партией. Потом оно переходит в свободный джем. Хендрикс там играет на бас-гитаре, кстати говоря, помимо электрической гитары своей, электрических гитар, скажем так, потому что там партий тоже адское количество. Переходит просто в свободный джем, меняется мелодия, меняется, тональность остается, меняются аккорды неожиданно очень, не так, как было задано в начале, когда шла вокальная линия. Потом все это переходит просто в какое-то психоделическое такое поле. Звезды, луна, солнце, вихри, ураганы, вулканы, кипящие лавы. Потом опять начинается музыка, опять начинается гитара, и потом все это опять уходит куда-то в космос, просто в какой-то гул, рев, ад и рай одновременно. Песня очень длинная, слушается замечательно. Одна из любимых моих песен с этого альбома. Я не понимаю, почему сейчас никто так не делает. Удивительно. Все привыкли к этому радиоформату. Джик-джик-джик, бум-бум-бум. Хотя, конечно, есть группы хорошие, норвежские, например, да и русские, кстати говоря, есть, и кое-что я даже показывал. Ну, здесь просто какой-то, можно сказать, такой салат, но салат очень вкусный, очень сочный и очень питательный. And the gods made love. Вот это психоделическое начало тоже с дикими невероятными звуками. Хотя, когда читаешь критиков, вот они пишут какие-то неземные, какие-то звуки странные, скрежет рев. На самом деле, основной звук там – это стик. Стик – не тот стик, на котором играет Тони Левин, а стик – это такая длинная трубка. Трубка – не трубка, но те стики, которые я видел, это был либо бамбук, либо какие-то такие вот а-ля бамбук, полые древесные ветви, стебли, не знаю, как сказать. А внутри там то ли рис, то ли семена, то ли семена, скорее всего. И вот он так… Вот так вот они пересыпаются, и получается то ли звук дождя, то ли не дождя. А вот этот самый шум, он здесь как раз и заобработанный реверберацией, фленджером, и чем только угодно заобработанный, здесь он и присутствует. Ну и дальше и понеслось Have You Ever Been, где Хендрикс тоже играет на бас-гитаре, помимо электрогитары. Очень красивая лирическая песня, проникновенная, переходящая в Crosstown Traffic, мощнейший рок. Вуду Чили, на самом деле это Вуду Чайлд. Здесь была при первой печати обложки была опечатка. Получилось Вуду Чили, так с тех пор и пошло. Хотя и поется там, и подразумевается Вуду Чайлд. Little Miss Strange – песня Нойла Рейдинга, которую он поет вместе с Митчем Митчеллом. И тот же самый был бы, как и в альбоме «Эксис» Болтаслав, песни Рейдинга, такой дурацкий биг-бит какой-то, если бы Хендрикс не разбавил его своими партиями, своей гитарой, которая из этой простенькой песни сделала опять-таки космическое, какое-то интереснейшее, околоблюзовое, околопсиходелическое полотно. Несколько сольных партий разных, он там сыграл с разными тембрами, с разными обработками. Очень все интересно. Long Hot Summer Night. «Come On», вот «Come On» – единственная песня, единственная песня здесь Джимми Хендрикса. Чуть-чуть перескочу. Почему она единственная? Вот эта пластинка, она настолько далеко ушла от первого альбома, от «Are You Experienced», что если бы не тембр, если бы не звук общий, можно было бы подумать, что это вообще разные группы играют. Настолько другие песни, настолько другая музыка, ничего общего с первым альбомом здесь практически нет, за исключением песни «Come On», которая спокойно могла бы войти в первый альбом наряду с «Fire» и «Foxy Lady», но это только в первой половине этой песни, потому что во второй половине Хендрикс улетел опять в свой новый стиль, который здесь сформировался на этом альбоме в космос, в смену аккордов неожиданно, в смену всего, в смену тембров, в обработке. Студия здесь использована в полный рост как еще один музыкальный инструмент отдельный, и большинство материала с этого альбома на концертах никогда не игралось, потому что это невозможно сделать, это как у «Битлз» там после «Револьвера», когда студия является отдельным необходимым музыкальным инструментом, и без него ничего не получается. Только благодаря студийному обработкам можно достичь такого удивительного плотного звучания, но не говоря уже о том, что по 15 гитарных партий записано в каждой песне, ну не по 15, конечно, но достаточно много. После «Камон» Джипси Айс, которую я обожаю, и «Burning on the Midnight Lamb» с клавесином, с психоделией, с дикими бэк-вокалами, которых очень много, и все вот так вот это переплетается, все очень плотно, и всего очень много, и очень много. Я уже говорил, что Хендрикс хотел когда-нибудь собрать большую группу с большим количеством музыкантов, инструментов, чтобы все они звучали. И здесь у него получилось, но получилось, в студии масса народу присутствовала при записи, все курили, выпивали, смеялись, играли, джимовали, как в Вуду Чайл, там, скажем, в последней песне, да и в 1983, там, несмотря на весь космос, на всю такую допинг-флойдовскую психоделию, слышны то смех, то хлопки, то хихиканье, то где-то еще. Если внимательно слышать, это тихо очень все, но это слышно. То есть в студии жизнь шла своим чередом. Очень много было народу, и Чайл Чендлер отчасти из-за этого и отвалился. Он не является уже продюсером этого альбома, продюсировал исключительно Джимми Хендрикс, сам занимался всем звуком. Чендлер сказал, как британский тонкий, хоть и рок, но музыкант, джентльмен. Он сказал, это невыносимо, ребята, это ваши хиповские посиделки, это просто не для меня. Но при всем при том, при всех этих хиповских посиделках, получилось очень четко, очень качественно, очень тонко и очень оркестрово. Это практически электрический оркестр Джимми Хендрикса, в котором студия, как я уже говорил, является еще одним инструментом, помимо огромного количества. Здесь очень много народу, вплоть до Брайана Джонса, который на перкуссии играет в Крас Тон Трафик. Очень много народу присутствовало, и, несмотря на весь этот бардак, получился настоящий шедевр. То же самое было у The Rolling Stones с пластинкой Сатаник Маджестис Реквест тоже из бардака, получился бриллиант. Но этот бриллиант, однозначно, это та пластинка, которую каждый должен взять с собой на необитаемый остров. Рано или поздно мы все оказываемся на необитаемом острове. За это и выпьем. Пока!